здравствуйте сегодня короткий видео помощник в этом ролике я покажу как легко и просто перевести нужный рисунок или шаблон с экрана телефона либо планшета думаю что многие из вас сталкивались с проблемой когда переводишь шаблон с экрана телефона или планшета при нажатии нужный размер уходит рисунок становится больше или меньше это все происходит от высокой чувствительности экрана так как эти гаджеты сенсорные они работают от прикосновения пальца либо специального стилуса чтобы это избежать нужен помощник это обычное стекло у меня вот такое купила самую дешевую фоторамку разобрала и пользуюсь этим стеклом и конечно нужно калька либо кусочек полиэтилена в общем прозрачный материал на который можно перевести шаблон а дальше использовать его по назначению и так я на своем устройстве выбираю шаблон тот который мне нужен делаю размер желаемый если мне это тоже нужно ну вот здесь у меня 4 шаблона листочка я выберу вот такой сделаю его чуть побольше выберу желаемый размер затем беру стекло накрываю экран стеклом и посмотрите я прикасаюсь к экрану через стекло и моя картинка никуда не уходит размер остается прежним все легко и просто теперь я могу положить сверху либо полиэтилен либо кусочек кальки и смело перевести рисунок а дальше использовать этот шаблон по назначению картинка полностью зафиксирована если у вас конечно планшету и стекло надо взять намного больше чтобы она четко лежала на границах вашего телефона если бы я не использовала стекло сейчас я его уберу стекло у меня правда такое грязненькое потому что я очень часто пользуюсь и стекло наверное у меня уже года два видите я только прикоснулась картинка исчезла смотрите я положил кальку сверху и хочу перевести рисунок и рисунок у меня под прикосновением пальцев начинает двигаться очень сложно перевести а если шаблон имеет очень много линий то это сделать практически невозможно опять уменьшаю 5 смотрите опять он у меня увеличивается но я думаю многие с этим сталкивались еще раз говорю чтобы этого избежать надо накрыть экран стеклом и все вы можете смело переводить свои шаблоны вот такой небольшой лайфхак для перевода шаблонов с экранов телефона и либо планшет и немного о том где можно найти шаблоны все легко и просто самый первый распространенный вариант это набираем в поисковой строке вашего браузера свою идею допустим шаблон розы и он вам выдает много картинок вам останется выбрать только лучшую интересную для себя но это еще не все можно набрать тату розы да вы не ослышались тату розы и вы тоже для себя найдете интересные идеи их можно смело использовать как шаблоны следующий вариант набираем роза векторная графика и опять на ваш выбор отличные шаблоны кстати эти шаблоны можно использовать и нужно использовать если вы захотели сделать аппликацию векторная графика отлично подходит для этого вида творчества затем можно набрать в поисковой строке вашего браузера роза в png формате и браузер вам выдает кучу отличных идей и самый простой способ это конечно нарисовать шаблон самому а сейчас я расскажу вам про стекло это хороший помощник в творчестве на него можно выдавливать клей не используя никакие картонки бумажки также клей со стекла убирается достаточно хорошо стекло тяжелое не слетит с вашей рабочей поверхности если будет небольшой сквознячок а если к стеклу приклеится палочка которой вы наносите клей то она легко убирается что еще на стекле можно и нужно делать жмурку из кожи не надо использовать никакой полиэтилен файлы и тому подобное если есть у вас в наличии стекло она помогает во многих видах творчества поэтому жмурку на стекле делать очень легко и просто также на стекле можно обрабатывать небольшие кусочки ткани ну вот допустим клеем пва у меня заготовка на брошь зонтик я кусочек ткани положила на стекло обработала клеем пва убрала протерла и на этом же стекле я высушиваю этот кусочек ткани он не деформируется так как у стекла конечно гладкая поверхность поэтому здесь она тоже на стекло хороший помощь а если под стеклом положить лист белой бумаги то получится отличная палитра для смешивания красок вы сразу понимаете цвет и тон вашей краски и уже дальше работаете либо с той краской которая получилась вы ее намешали здесь до либо добавляйте какие-то дополнительные цвета что стекло тяжелое я вам уже говорила что его можно использовать как утяжелитель в некоторых видах творчества рукоделия в общем девчонки стекло это очень хороший помощник если вам нужна будет еще информация по стеклу то я могу снять отдельный ролик в каких видах творчества можно еще использовать стекло ну а теперь про рамку теперь немножко куда можно использовать рамки которые остались после разборки стекло я из этой фоторамки убрала использую его для работы с планшетом и планшета у меня больше экран чему телефона саму рамку я использую как палетку либо планшет для бисера и мелких бусин натянула сюда ткань и очень удобный работать эта палетка у меня имеет ограничения бисер бусины никуда не скатятся также если я работу откладываю на какое-то время я просто беру свою палетку и убираю ее все легко и просто никуда ничего не скатывается не надо самому мудрить и делать палетки когда вы покупаете фоторамку вы ее используете полностью отделяете стекло для других работ а саму рамку используете вот как планшет или палетку для бисер также можно использовать эти рамки девочки посмотрите как декоративные элементы для ваших фотографий вот здесь у меня стекло была маленькая но тоже мне было нужно я разобрала натянула на заднюю стенку бархатную бумагу клеевую и теперь эту рамку я могу смело использовать в своих фотографиях фотографировать на этой рамке свои работы можно рамку задекорировать в общем девчонки тоже большой спектр работы вот с этими рамками и на этом сегодня все я надеюсь что кому-то пригодилась эта информация буду рада если вы напишите в комментариях насколько был полезен для вас этот видео помощник а возможно напишите свои способы перевода рисунка или расскажите где вы берете шаблоны для своих работ возможно вы мне расскажите куда используете рамки буду рада любой вашей реакции она поможет мне понять зря ли я трачу свое время ведь время это такая драгоценность его всегда не хватает но его всегда можно потратить на другие важные и интересные моменты своей жизни поэтому мне важна любая ваша реакция на все до встречи